Пока ребята из Google разрабатывали архитектуру, которая называется Google.NET, ребята из Microsoft подсуетились и решили разработать что-нибудь свое. И основой их подхода стал так называемый Residual Block. Идея заключается в том, что до сих пор мы боролись с затуханием градиента только при помощи замены функции активации. Однако мы можем сделать немножко по-другому. Вот у нас вход в некоторую свертку. Например, там две последовательные свертки идут друг за другом. Вот у нас вход в эту свертку есть. Мы вот здесь вычисляем некоторую функцию, которую обозначим f от x, f большое от x. Мы вычислили результат этой функции. Мы его выдали. И теперь к результату этой функции мы прибавляем то, что было в самом начале. То, что у нас вошло в эту функцию. И вот это значение переходит к следующему Residual Block. В чем соль? Рассмотрим этот Residual Block в виде выражения. Вот такое будет выражение у Residual Block. Результат работы Residual Block это некоторая функция f от x плюс x. Какова будет производная выходов из Residual Block по входу? Производная будет такой. Это будет производная вот этой функции f плюс 1. Соответственно, производная функции потерь, которая вот, например, здесь будет вычисляться после этого Residual Block по входам в Residual Block будет равна следующему. Это будет производная функции потерь по выходам из Residual Block умножить на производную выходов Residual Block по входам в Residual Block. А вот это значение мы заменяем на вот это выражение. И у нас получится, что производная по входам в Residual Block будет равна производной лос-функции по выходам из Residual Block умножить на производную от функции, которая в Residual Block есть плюс 1. В этом выражении есть очень важный элемент. Вот это единица. Если мы раскроем скобки, то мы увидим, что производная функции потерь будет в немного измененном виде протекать в предыдущий Residual Block, который мог находиться вот здесь, например. Таким образом, если мы сделаем очень много Residual Block, следующих друг за другом, то из-за того, что у нас есть вот эти вот соединения, которые называются Skip Connections, производная лос-функции по выходам из сети будет распространяться до самых первых слоев. И в результате у нас получается, что градиент в такой сети, которая составлена из Residual Block, не задухает. Также здесь стоит отметить, что в Residual Block можно прибегать к некоторому трюку, который мы уже рассмотрели, который называется Bottleneck. То есть мы можем уменьшать количество параметров вот здесь, количество каналов, а затем увеличивать назад. Таким образом, экономия вычислений.